Александр, добрый день. Спасибо вам большое, что уделили время для нашего интервью. Сегодня мы не будем говорить про политику, про коррупцию, о том, как банки воруют миллиарды денег. Мы поговорим на тему стартапы, инвестиции, технологии и инновации. И у меня первый вопрос. Какими характеристиками должен обладать стартап, чтобы вы сказали, да, в этот проект я готов инвестировать? Ну, я бы, прежде всего, посмотрел на человека, который мне это предлагает. Насколько у него там глаза горят и насколько он может, как говорил Чичваркин, 999 раз падать от ударов судьбы, занимаясь одним и тем, что только на тысячу раз у него это произойдет. Дальше меня, конечно, интересует полезность и в последнее время состояние, то есть, грубо говоря, отношение к окружающей среде и вообще какая-то социальная функция. Я уж не говорю про экономический менеджмент. И последнее, на самом деле, его окупаемость и его реализабельность, то есть, возможность его в точку безубыточности вывести и добиться успеха. Ну, это банальные вещи, я говорю, ничего такого нет. Все остальное более сложно. Нужно применительно конкретному стартапу обсуждать это. Спасибо. Александр, вы являетесь успешным предпринимателем. Как вы думаете, что способствует вашему успеху? Звезды, звезды. Удача. Шучу. Я надеюсь, что любопытство, настойчивость, упорство. Надеюсь, что в известной степени образования. В известной степени. Да вот, собственно, и все. Форбс когда-то вас оценил и вы даже судились. Я никогда не ценил Форбс. Ну, мы не судились, сюда это не дошло, поскольку я понял, что в Америке никогда я не выиграю. Есть первая поправка, поэтому СМИ, что хотят, то и делают. В Америке, в общем-то, это неплохо. В данном случае мне просто казалось, что методика Форбс оценки состояния, она липовая, она ни на чем не основана. Они просто с потолка берут. И там никогда у меня не было этих трех с половиной миллиардов. Там, допустим, банк по капиталу можно было оценивать. Это такой показатель понятный и устойчивый, а все остальное это выдумки Форбса. Если не секрет, во сколько вы оцениваете сейчас ваш бизнес? Ну, не знаю, может быть, какие-то миллиарды рублей. Какие технологии сейчас могут кардинально изменить историю, ход истории? Ну, слушайте, я вчера читал Financial Times о том, что 3D принтеры уже вполне пригодны для строительства домов. Эти дома строятся там за 24 часа, они пока небольшой площади и ограниченное количество материалов. Это надо все доводить. Мы, скорее всего, в течение года построим самый большой в мире 3D принтер 140 на 70 метров, который будет корпуса для судостроения делать. И это сделано будет в России. Меня очень интересуют вещи в медицине. Например, я жду, когда анализы крови можно будет самому делать. Скажем, я большой такой адепт пищевых добавок, и мне невозможно бегать все время в инвитро и сдавать эти анализы. Это, кстати, дорого. Мне кажется, в России этого нет, а за рубежом это уже актуально. Да нет пока. Нет пока. Только первые шаги. Вы же помните историю с Терану. Ее, скорее всего, поставить в тюрьму. Девушку, которая, типа, заработала миллиарды долларов, потом выяснила, что это все липа. Что никаких этих быстрых лабораторий, которые там за одну минуту делают вам там 100 анализов из маленькой капли крови, которую берут из пальца, это липа, оказалось. Это большое расследование. Книг написано, много уже в Америке. Она, эта девушка, развела большое количество людей. Поэтому пока такой дом и лабораторий какой-то элементарный никто не сделал. Говорят, что русские мои приятели в Лондоне, они мне говорят, что в ближайшее время. Мне вот интересует анализ на свободные радикалы, то есть степень токсинов в организме. Я бы просто хотел бы сам, но наверняка можно же, например, там анализ крови на на диабет, на сахар. Это же можно дома делать. То есть один анализ есть уже, а остальных почему-то нет. Ну, здесь возникает вопрос, на чем будут зарабатывать наши клиники частные в России. Ни на чем, на чем-то другом будут зарабатывать. Это неминуемо. Если кто-то делает какой-то прорыв, то, безусловно, кто-то что-то теряет. Ну, проблем с работой не особенно в России, знаете, есть. В конце концов, лаборант в лаборатории найдет себе работу. Я просто уверен. И вообще, микробиология и медицина, это точно очень растущие сектора, куда много новых рабочих мест там потребуется. Я уверен. Александр, сейчас в России мы популяризируем слово предпринимательство, цифровизация, развитие среднего и малого бизнеса. На личном опыте могу сказать, что у нас есть стартапы, основатели, которых оборот 600 миллионов рублей условно там в год составляет. Но у ребят возникает проблема. Они приходят в банк и хотят получить здесь и сейчас деньги на 50-60 миллионов. Банки эти деньги не дают. Они готовы рассмотреть 5-10 миллионов, но не больше. Вот вопрос, почему наши российские банки не дают такие деньги для развития масштабирования? У них есть объективные критерии, по которым они выдают или не выдают. Вот это вполне нормально. Но потом есть банк малого и среднего бизнеса государственный, который выдает большие объемы. Но в конечном счете нужно соответствовать критериям кредитования. Другое дело, там можно серьезно подвергнуть критике ставки процентной, всякие поборы, которые в результате, в процессе выдачи накручиваются. Но в конечном счете знаете чего? Я вообще не рекомендую брать кредиты. Я считаю, что бизнес должен уметь развиваться без кредитов. Во-первых, кредит это удавка реально, особенно с такими процентными ставками. Во-вторых, если маржинальность очень низкая, то вот эта ставка даже небольшая, она уже съест весь бизнес. Поэтому я бы не рекомендовал сразу рассчитывать на заемные деньги. Но вот если бы государство оставило малый бизнес в покое, то есть, грубо говоря, вообще не брать налогов, вообще не терзать проверками. Вот это была бы серьезная история. Тем более, что то, что государство собирает с малого бизнеса, это ерунда. Я думаю, административные затраты больше стоят. Тем не менее, это весьма серьезная история в создании среды для развития малого бизнеса. Говорится много, делается побольше, чем лет 5-7 назад. Но можно сделать еще больше намного. Кто является героем вашего времени, Александр? Два-три человека. Марк Аврелий остается для меня. Вот только из Рима прилетел вчера вечером. На форуме специально пришел в колонне Константина, где стоят пленные даки. Это говорит о том, как римляне обращались с пленными. Там они выглядят вообще как военачальники римские. И как раз их Марк Аврелий победил Даков. Ну, кто еще? Давайте Оскара Хартмана похвалим. Вот все-таки молодец. И, наверное, все-таки Илон Маск. Ну и президент Путин. Четвертый. Да. У меня четыре. Для меня, как для женщины, важный вопрос. За каждым великим мужчиной и успешным мужчиной стоит сильная женщина и ее любовь. Согласны вы с этой цитатой? Да. Я вот только ездил с женой и с дочкой в Рим и с своими, ну, сыновьями. Тремя. Ну, конечно, согласен абсолютно. Вообще, женщины все решают в мире. Мужчины так больше для декорации существует. Устраивает даже? Отлично. Я вдохновила. И последний, заключающий вопрос, Александр. Ваш совет начинающим предпринимателям? Ну, как бы развивать себе предприимчивость и упорство. Потому что это точно такой тернистый путь для бизнеса. Он везде тернистый, не только у нас в стране. Ничего такого вот легкого на этом пути и там не будет. Поэтому надо тренировать себя и готовиться к тому, что там, когда тебя с ног сбивает, надо снова вставать. Учиться, как в боксе. Спасибо, Даша. Спасибо вам большое, Александр.